40 миллионов человек и это половина работающего населения России имеют кредиты. У большей части заемщиков есть просроченная задолженность. Казалось бы, Ямал один из самых благополучных регионов страны, но и здесь просрочка только растет. Общий объем задолженности ямальцев перед банками составляет 94 миллиарда рублей, в том числе 46 миллиардов ипотечные займы. Из них просроченная задолженность на 1 января 177 миллионов. Для сравнения, в декабре 2014 года эта задолженность была 44 миллиона. То есть более чем в два с половиной раза рост просроченной задолженности у нас только на Ямале. По данным Банка России, в 2015 году долг россиян составил почти 11 триллионов рублей. За последние пять лет он увеличился почти в три раза. Просроченная задолженность выросла с 280 миллиардов рублей до 850, передают Вести.ру. Доля просроченной задолженности в общем объеме составляет 8 процентов. Примерно такие же цифры страна имела в 2010 году, когда пережила первую волну кризиса. Регионы с наибольшей просроченной задолженностью – это Ставропольский край, Омская и Кемеровская область. Так почему россияне влезают в долги? По некоторым источникам, взаймы у банка берут чаще всего на ремонт, бытовую технику и автомобили. Но стоит ли идти за кредитом, когда в нем нет острой необходимости? Нужно, прежде чем оформлять кредиты, очень серьезно подумать над этим моментом и понимать, что, в общем-то, в кризис набирать кредитов и увеличивать это бремя – это неправильно, скажем так. Банки в прошлом году значительно сократили объемы выдаваемых кредитов. Ипотечные займы на 50 процентов, потребительские – почти на 70. Нельзя допустить, чтобы просроченная задолженность россиян перед банками росла, говорят эксперты. Депутаты одной из партий вынесли на рассмотрение в Госдуму инициативу, которая поможет, по их мнению, выбраться из долговой ямы. Речь идет о кредитной амнистии. Ограничение штрафов и процентов за просрочку позволит гражданам с меньшими потерями рассчитаться за кредитные займы. Но если амнистию не примут, говорят пользователи на просторах интернет-сети, возврат денежных займов для большинства россиян станет непосильной задачей. Хорошо, что будет принят такой закон. Давно надо было это сделать. Хорошо-то хорошо, вот только если человек не собирается выплачивать, ему и кредитная амнистия ничем не сможет помочь. А если добросовестный, то и без амнистии найдет вариант погасить долг. Пока данный законопроект находится на рассмотрении, заемщикам, попавшим в трудную финансовую ситуацию, остается только одно – прибегать к помощи юристов и в судебном порядке уменьшать все штрафы, наложенные банком. А еще в судебном порядке можно признать себя банкротом. Такой закон вступил в силу в России в прошлом году. Выгоден ли он заемщику, решается индивидуально. В любом случае, говорят эксперты, не стоит затягивать с визитом в кредитную организацию. Лучше рассказать банкирам о своем сложном финансовом положении и вместе попытаться найти пути решения. По данным Центробанка, 2 февраля доллар стоит 76,33 рубля, евро – 82,81 рубля.